Привет всем дорогие друзья, меня зовут Серега, сегодня мы обсудим новые блокировки в игре Warface. Действительно, в Warface добавили блокировку твинков, то есть сейчас вам нужно будет намного аккуратнее играть на своих аккаунтах, ведь если вы неоднократно будете нарушать правила игры на каком-либо аккаунте, новый создать уже не получится, и он такой же получит бан, как и получил ваш основной аккаунт. Прежде чем мы начнем, для вас дорогие друзья, я хочу разъявить Беретто RX Синдикат навсегда. Чтобы принять участие в этом конкурсе, просто поставьте лайк на это видео, подпишитесь на мой канал и напишите любой комментарий. Все итоги вы сможете найти в группе ВКонтакте. Если ты еще не начал играть в Warface, то сейчас у тебя есть отличная возможность начать играть и получить огромную кучу бонусов на старте. Всего лишь зарегистрировал аккаунт, перейдя по ссылкам в описании. На первый ты получишь боевое снаряжение и оружие, на второй тебя ждет золотой кейс с наградами, на третий ты сможешь забрать себе пушки якудза и доминировать над своими противниками. Четвертое это уникальная ссылка, где ты сможешь собрать себе оружие и выбрать именно те модули, которые ты захочешь. Новая промо страница с магмой, за регистрацию по которой ты получишь пушки магма, а также очень редкие шлема магма. Подарки для новичков постоянно обновляются и появляются новые промо страницы с донатом и отличным оружием. В описании ты всегда сможешь найти актуальную халяву для Warface, а также ссылку с гайдом, как правильно создавать крутой аккаунт. Удачи! Изменение правил игры. Сообщаем, что 16 сентября 2019 года будут дополнительные правила игры, действующие в Warface. Правки внесены для более эффективного противодействия нарушителям и повышения комфортно честных игроков. Существенных изменений 2. Вводится понятие группы аккаунтов, принадлежащие одному пользователю, и возможно применение санкций к подобной группе аккаунтов, если выявлено их использование для получения непредусмотренного преимущества или нарушений правил игры, а также если пользователь систематически совершает нарушение правил игры. Второе. Это запрет на совершение действий с целью нарушения лицензионного соглашения игры, правил игры или для получения внутриигрового преимущества, В том числе поощрение в рамках стимулирующих акций внутриигровых предметов, не предусмотренных механикой игры. На самом деле и по этому поводу у меня есть свое личное мнение и вообще мнение по поводу всех блокировок в игре Warface. Возможно есть игры, где блокируются аккаунты намного чаще и намного жестче правила игры, но мне с начала 2012 года правила по отношению блокировок игровых аккаунтов Warface очень сильно не нравились, потому что они были немножко таки жесткими. Допустим в 2013 году очень часто банили аккаунт, если вы на ПВЕ на обычной миссии запускались с читером, даже если вы об этом не знали, то понятно, сейчас может уже все в курсе, но например в 2013 году лично я вообще никаким образом ни понятия не имел, что читы на ПВЕ это что-то запретное, я понимал, что мне их скачивать нельзя, например если человек со мной будет играть читами, я тоже могу получить блокировку, я не понимал, а почему, это же использование я, я просто хочу поиграть ПВЕ и все. Да и вообще все тогда были юные и глупые и вообще понятия не имели, что такое читер, ну летает он там что-то убивает всех ботов с респы, ну и что меня за это тоже заблокировать могут, я же ничего не делаю. И чтобы давать предупреждение таким людям или не знаю блокировать их там на месяц, на два месяца, не важно, давать блокировку за деньги, например тебя заблокировали и дают возможность, либо ждешь год например, или вообще аккаунт перманентно блокируется, либо платишь штраф в размере там 10-5 тысяч кредитов, не важно, в любом случае чтобы можно было разблокировать твой аккаунт. Но нет, даже в 2012-2013 годах ты за то, что играл на ПВЕ легко с читером получал перманентный бан по 16 пункту. В один момент даже такие абсурдные баны были, то что админ добавили ликвидацию, нашли там баг, понятное дело, он кстати недавно тоже был, то что можно лифт забагать и он просто сам будет до последнего этажа ехать. Многие так попроходили эту спецоперацию и непонятно почему за баги их заблокировали не на месяц, не на год, именно навсегда. Лично я считаю это бред, если блокировать аккаунт навсегда, то это реально какое-то жесткое нарушение правил игры, но блокировать навсегда за баги, не на ПВП, когда ты мешаешь кому-либо играть, а то что ты его заюзал на обычной ПВЕшке, да и то некоторые не читают ваши лицензионные соглашения. Мне кажется месячного бана, двухмесячного бана было тогда еще как достаточно. Поверьте, насколько много людей ушло из этой игры из-за того, что их заблокировали. Каждый день кто-то пишет то, что его заблокировали, его якобы взломали, постоянно всякие баны. Даже люди со своей глупостью пишут что-то в чат о продаже аккаунтов, все равно их аккаунты блокируются навсегда. Я не поддерживаю такую политику, потому что люди вливают в свой аккаунт огромное количество денег, ну и например захотели они продать свой аккаунт, ну ладно, сглупили, хорошо, с кем не бывает. Можно заблокировать их и разрешить разблокировку за тысяч пять кредитов, пусть поймут что они были неправы, но аккаунт со всем донатом, в который они вкладывали силы и деньги не теряли. Я считаю то, что в этой игре блокировка именно навсегда, что ты потерял полностью допуск твоему аккаунту и не смог туда заходить, это за читы. Ты играешь читами, ты нарушаешь полностью правила игры, тогда тебя можно заблокировать навсегда. Если ты используешь какие-либо баги, сторонние программы на РМ, можно поначалу дать бан на месяц, если ты продолжишь это делать, тогда уже можно выдать перманентный бан. А из-за этой политики администрация может быть миллион игроков потеряла, может быть полтора миллиона игроков. Я не знаю сколько игроков они с этого потеряли, но поверьте, сколько я знаю людей, которые бросали эту игру тупо из-за того, что их заблокировали. Очень много людей блокировали непонятно почему, но они мне клялись, что они ничего не делали, что их просто взломали, кто-то там написал, скинул в техподдержку, что они аккаунт продавали. Опять же, я даже говорю, если человек сам хочет продать свой аккаунт, ну он просто думает, что аккаунт это его вещь, ну почему он должен вошибаться? Вот у меня есть телефон, это моя вещь, он также думает, что аккаунт это его вещь, он его создал, это его почта, его пароль. Схренали вы в правилах игры, прописали то, что аккаунт вообще не его, вы просто пользуетесь вашим аккаунтом. Постоянно кто-то хочет что-то продать, человек чем-то не пользуется, он берет и пытается это продать, чтобы какие-то деньги вернуть себе обратно. Но аккаунт это такая же вещь, люди думают, они пытаются его продать и получают блокировку навсегда. Я считаю, что это неправильно и можно таким людям просто заблокировать аккаунт и дать возможность разблокировать, к примеру, его за деньги. Также никогда не рекомендую никому продавать свои аккаунты, вообще покупать аккаунты. Поверьте, он может быть вашим лучшим другом, он может быть вашим братом, но опять же, какой шанс, что вы там не поссоритесь, что он просто в крысу не заходит, чтобы его восстановить. Потому что аккаунты, если ты создал аккаунт, если ты помнишь пароль от этого аккаунта, неважно, хоть ты там все вопросы отвязал, хоть все телефоны отвязал, поверьте. Если человек создал аккаунт, он сможет его восстановить хоть через 10 лет спокойно и вы потеряете к нему полный допуск, хоть вы сверху накинуете. Вот представьте, вы купили какую-нибудь галочку, на ней не было ни хрена, например, один FNSCar на нем был и все. Вы, знаете ли, сверху на нем миллион рублей, даже 10 миллионов рублей, неважно, и все. Человек это потом пронюхал, ни хрена себе, я не фигуя, нормально, так вы в аккаунт закинули. Он просто восстанавливает этот аккаунт и все. И вы никаким образом техподдержки не скажете, что я там у него купил. Первое слово, то, что вы купили этот аккаунт, все моментально, вам техподдержка отвечать не будет, а аккаунт останется у этого человека. Так что я рекомендую, чтобы не было вот этих подобных проблем, создавайте свой аккаунт, качайте его сами и лучше вообще никому не давайте свой логин и пароль. Еще в 2013 году я мог поверить, что администрация настолько спятит и еще начнет вообще банить за передачу аккаунтов. Они спокойно, дорогие друзья, могут это делать. У них все это видно, то, что вот человек сидит в Хабаровске, резко что-то в Кемерово что-ли переехал, там кто-то играет и потом он опять за 2 часа снова в Хабаровск переехал. Ну такого не может быть, сами понимаете. Они спокойно могут начать блокировать людей, которые передают данные от своего аккаунта. Но спасибо огромное, они делать этого в любом случае не будут, потому что потеряют огромное количество игроков Warface. Я считаю то, что нужно сделать амнистию и вообще разблокировать все вот эти вот аккаунты, которые были заблокированы за продажу аккаунтов и подобное. Но это такая амнистия будет, которая в принципе заслуженная, потому что администрация написала огромное количество всяких странных правил игры. И я понимаю то, что администрация хочет какой-то наживы, хочет каких-то денег и до сих пор не понимаю, почему они не придумали, как с этим можно заработать. Человек хочет продать свой аккаунт, но сглупил не блокировать его, а попытаться с него хоть какую-то там тысячу кредитов, пять тысяч кредитов заработать. Это же им самим невыгодно, то что человек уходит из этой игры, у него блокируется аккаунт и в редких случаях он создает там твинка и играет в эту игру снова, но это в огромных редких случаях. Человек теряет то, что он задротил, то что он донатил и просто закрывая глаза уходит из этого проекта. А если бы блокировки в Warface действительно были по назначению и именно навсегда, чтобы тебя заблокировали, чтобы ты потерял весь свой донат, полностью доступ к своему аккаунту, нужно было только поиграть читами или нереально много раз подряд юзать баги, всякие уязвимости игры, ну реально что-то жесткое юзать, тогда окей. А да, забыл сказать, в 2013 году у вас также за, например, мат. Понимаю, когда человек там пишет вообще жесть, какое-то оскорбление в чате, его можно, конечно, и на год забанить, на два года, неважно. Но люди писали просто мат, вот обычный б***ь, обычный хуй, писали в чат игры, их могли забанить на три дня, на семь дня, не могли, не то что чатом пользуются, они вообще в игру из-за этого зайти не могли, потому что просто написали матерное слово в чате игры, ну какой же, сука, бред! Не думаю, что сейчас самое лучшее для Warface время, когда вот так вот всех блокировать налево и направо, да еще и твинков начинать блокировать нарушителей. И, честно, не думаю, вот мне кажется, для Warface сейчас самое время сделать какую-то очень большую переработку в правах игры о том, что блокировок навсегда, ну вот блокировки навсегда не будут, реально за дело, а не за то, что там продал свой аккаунт или что-то подобное. Офигенно придумали, например, играл Челик с читером, у него забирают полностью лигу и дают бан 90 дней РМа. Шикарно! Он может играть в эту игру, у него остались всего донаты, ему просто нужно ждать. И после такого долгого ожидания, вероятность, что он снова вернется и будет играть с читером в РМе, довольно мала. А если будет, он уже получит бан намного дольше. Так вот, к чему я веду. Бан твинков, как он будет работать? Например, сейчас есть бан по жесткому диску, его не так легко получить, вам нужно не только сыграть с читами на свой аккаунт, вы должны получить бан, потом еще раз сыграть с читами, снова получить бан, и на третий раз вы также играть с читами и получаете бан, тогда примерно вам уже прилетает бан по жесткому диску. То есть система довольно неплохо работает в том плане, что она видит, какой комп там играл, какая серия у его материнская плата, какая серия у его видеокарты. Она видит, она понимает, что вот человек создал новый аккаунт, она дает, система ему шанс. Ну, может быть, ты сучара начнешь играть честно? Нет, мы тебя так и быть блокировать не будем. Но нет, человек снова скачивает читы, все равно играет, получает блокировку, и тогда уже система говорит, ну, чувак, ты вообще охренел, ты что, ты охренел, что ли? И получает банан. Первый бан по жесткому диску может быть три месяца, неважно, нет никакой подверженной информации, скорее всего, это зависит от степени нарушения, получает бан по жесткому диску, потом он снова снимается, и если человек продолжает систематически нарушать правила игры, получает снова блокировку. То есть в игру он никак с баном по жесткому диску не сможет зайти, точнее, сможет зайти, находиться, он не будет минут пять, и потом его выкинет. И чтобы вы понимали, теперь эта система работает абсолютно на любое нарушение правил игры. Я спросил администрации, даже если человек, играя с читером на РМ, ему забанили РМ, если он это делает систематически с разных аккаунтов, он получает такой же бан по жесткому диску на свои твинки. Сколько аккаунтов, то есть бы он не создавал, заходил, он не сможет играть какие-то конкретные режимы и будет получать абсолютно такую же блокировку, как и получил он в своем основном аккаунте. По идее, отчасти я с этим согласен, потому что это хорошо. Очень часто люди просто берут и создают себе другие аккаунты, играют с читами, играют с читерами, нарушают правила игры, там багают и так далее. И получают за это блокировку на своем, например, одном аккаунте, но они этим не ограничиваются. Они берут и идут на другой аккаунт. Не обязательно даже самому создавать аккаунт. Некоторые просто покупают эти аккаунты по 100 рублей, понятное дело их восстановят, их взломают и так далее. Ну, тебе там денек поиграть, два денька поиграть, людям настроение испортить, людям впечатление от игры испортить, в принципе хватит. Поэтому данный твой аккаунт также будет записываться в системе и, пытаясь зайти на новый твинк, ты получишь такой же банан, какой у тебя был и на твоем основном аккаунте. Очень, конечно, много спорных вопросов, например, если человек зайдет случайно на какой-то другой аккаунт, на чужой аккаунт, не обязательно, что это твинково будет. Насколько хорошо будет работать их система, это уже под вопросом. Ну, это мы, в принципе, увидим, дорогие друзья. Надеюсь, вы поддержите это видео лайком, расскажете друзьям, напишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по поводу вот таких блокировок этой игры, как вы относитесь к жесткой амнистии людей, которые были заблокированы. Не за читы, за читы, например, играл с читером в каком-то 2012-13 году на какой-нибудь ПВЕшке, что он там нарушил и получил сразу блокировку аккаунта по пункту 16-му навсегда. Кто пытался свой аккаунт в 2013 году продать, кого реально взломали и он получил блокировку, людей просто разблокировать и дать им второй шанс. Ничего такого плохого и серьезного они в этой игре не сделали от того, что попытались продать свой аккаунт. Спасибо, дорогие друзья, огромный за просмотр, с вами был Серега, увидимся в новых роликах, всем удачи, всем пока!